Итак, дорогие друзья, продолжаем читать сказку Евгения Шварца «Дракон». Ланцелот Ай, вы думаете, это так просто – любить людей? Ведь собаки великолепно знают, что за народ их хозяева. Плачут, а любят. Это настоящие работники. Вы посылали за мной, бургомистр? «За мной!» – воскликнул Аист и клюнул змею своим острым клювом. «За мной!» – сказал король. И оглянулся на королеву. За мной летели красотки в верховно-изящных тросточках. Короче, да, я посылал за вами, господин Ланцелот. Ланцелот. Чем могу служить, бургомистр? В магазине Мюллера получена свежая партия сыра. Лучшее украшение девушки – скромность и прозрачная платьица. На закате дня дикие утки пролетели над колыбелькой. Вас ждут на заседании городского самоуправления. Господин Ланцелот. Ланцелот. «Зачем?» – бургомистр. «Зачем растут липы на улице драконовых лапок? Зачем танцы, когда хочется поцелуев? Зачем поцелуи, когда стучат копыта? Члены городского самоуправления должны лично увидеть вас, чтобы сообразить, какое именно оружие подходит вам больше всего, господин Ланцелот. Идемте, покажемся им». Уходят. Генрих. «Посмотрим, посмотрим», – провозгласил дракон. «Посмотрим, посмотрим», – взревел старик, дра-дра. Старик дракоша прогремел. «Посмотрим, черт возьми». И мы действительно посмо. Входит Эльза. «Эльза!» «Эльза». «Да, я». «Ты посылал за мной, Генрих?» «Посылал». «Как жаль, что на башне стоит часовой. Если бы не эта в высшей степени досадная помеха, я бы тебя обнял и поцеловал». «Эльза!» «А я бы тебя ударила», – Генрих. «Ах, Эльза, Эльза!» «Ты всегда была немножко слишком добродетельна. Но это шло тебе. За скромностью твоей скрывается нечто. Дра-дра чувствуй девушек. Он всегда выбирал самых многообещающих. Шалун-попрыгун». «А Ланцелот еще не пытался ухаживать за тобой?» «Эльза!» «Замолчи!» «Генрих!» «Впрочем, конечно, нет. Будь на твоем месте старая дура, он все равно бы полез сражаться. Ему все равно, кого спасать. Он и не разглядел, какая ты!» «Эльза!» «Мы только что познакомились». «Генрих!» «Это не оправдание!» «Эльза!» «Ты звал меня только для того, чтобы сообщить все это?» «Генрих!» «О, нет!» «Я звал тебя, чтобы спросить. Хочешь выйти за меня замуж?» «Эльза!» «Перестань!» «Генрих!» «Я не шучу. Я уполномочен передать тебе следующее. Если ты будешь послушна и в случае необходимости убьешь ланцелота, то в награду дра-дра отпустят тебя». «Эльза!» «Не хочу». «Генрих!» «Дай договорить!» «Вместо тебя избранница будет другая, совершенно незнакомая девушка из простонародья. Она все равно намечена на будущий год. Выбирай, что лучше. Глупая смерть или жизнь, полная таких радостей, которые пока только что снились тебе, да и то так редко, что даже обидно». «Эльза!» «А он струсил!» «Генрих!» «Кто?» «Дра-дра?» «Я знаю все его слабости. Он самодур, солдафон, паразит, все что угодно, но только не трус». «Эльза!» «Вчера он угрожал, а сегодня торгуется?» «Генрих!» «Этого добился я!» «Эльза!» «Ты?» «Генрих!» «Я настоящий победитель дракона, если хочешь знать!» «Я могу выхлопотать все!» «Я ждал случая и дождался!» «Я не настолько глуп, чтобы уступать тебя, кому бы то ни было!» «Эльза!» «Не верю тебе!» «Генрих!» «Веришь!» «Эльза!» «Эльза!» «Все равно я не могу убить человека!» «Генрих!» «А нож ты захватила с собой, тем не менее!» «Вон он висит у тебя на поясе!» «Я ухожу, дорогая!» «Мне надо надеть парадную ливрею!» «Но я ухожу спокойный!» «Ты выполнишь приказ ради себя и ради меня!» «Подумай!» «Жизнь!» «Вся жизнь перед нами, если ты захочешь!» «Подумай, моя очаровательная!» «Уходит Эльза!» «Боже мой!» «У меня щеки горят так, будто я целовалась с ним!» «Какой позор!» «Он почти уговорил меня!» «Значит, вот я какая!» «Ну и пусть!» «И очень хорошо!» «Довольно!» «Я была самая послушная в городе!» «Верила всему!» «И чем это кончилось?» «Да, меня все уважали!» «А счастье доставалось другим!» «Они сидят сейчас дома, выбирают платья понаряднее, гладят оборочки, завиваются, собираются идти любоваться на мое несчастье!» «Ах, я так и вижу, как они путрятся у зеркала и говорят!» «Бедная Эльза, бедная девушка!» «Она была такая хорошая!» «Она я, одна из всего города, стою на площади и мучаюсь!» «И дурак часовой таращит на меня глаза, думает о том, что сделает сегодня со мной дракон!» «И завтра этот солдат будет жив!» «Будет отдыхать после дежурства!» «Пойдет гулять к водопаду, где река такая веселая, что даже самые печальные люди улыбаются, глядя, как славно она прыгает!» «Или пойдет он в парк, где садовник вырастил чудесные анютины глазки, которые щурится, подмигивает и даже умеет читать, если буквы крупные и книжка кончается хорошо!» «Или он поедет кататься по озеру, которое когда-то вскипятил дракон, и где русалки до сих пор такие смирные!» «Они не только никого не топят, а даже торгуют, сидя на мелком месте спасательными поясами!» «Но они по-прежнему прекрасны, и солдаты любят болтать с ними!» «И расскажет русалкам этот глупый солдат, как заиграла веселая музыка, как все заплакали, а дракон повел меня к себе!» «И русалки примутся ахать! Ах, бедная Эльза! Ах, бедная девушка! Сегодня такая хорошая погода, а ее нет на свете!» «Не хочу! Хочу все видеть, все слышать, все чувствовать!» «Вот вам! Хочу быть счастливой! Вот вам! Я взяла нож, чтобы убить себя! И не убью! Вот вам!» «Ланцелот выходит из ратуши». «Ланцелот! Эльза! Какое счастье, что я вижу вас!» «Эльза! Почему?» «Ланцелот! Ах, славная моя барышня! У меня такой трудный день, что душа так и требует отдыха! Ну, хоть на минуточку! И вот как будто нарочно вдруг вы встречаетесь мне!» «Эльза! Вы были на заседании, Ланцелот?» «Был!» «Эльза! А зачем они звали вас, Ланцелот?» «Предлагали деньги, лишь бы я отказался от боя!» «Эльза! И что вы им ответили?» «Ланцелот ответил!» «Ах, вы бедные дураки!» «Не будем говорить о них!» «Сегодня, Эльза, вы еще красивее, чем вчера!» «А это верный признак того, что вы действительно нравитесь мне!» «Вы верите, что я освобожу вас, Эльза?» «Нет!» «Онцелот!» «А я не обижаюсь!» «Вот как вы мне нравитесь, оказывается!» «Вбегают подруги Эльзы!» «Первая подруга!» «А вот и мы, вторая подруга!» «Мы лучшие подруги Эльзы, третья подруга!» «Мы жили душа в душу столько лет, с самого детства, первая подруга!» «Она у нас была самая умная, вторая подруга!» «Она у нас самая славная, третья подруга!» И всё-таки любила нас больше всех. Из-за чьё отбывало, что попросишь. И поможет решить задачу. И утешит, когда тебе покажется, что ты самая несчастная. Первая подруга. Мы не опоздали? Вторая подруга. Вы правда будете драться с ним? Третья подруга. Господин Ланцелот, вы не можете устроить нас на крышу ратуши. Вам не откажут, если вы попросите. Нам так хочется увидеть бой получше. Первая подруга. Ну вот, вы и рассердились. Вторая подруга. И не хотите разговаривать с нами. Третья подруга. А мы вовсе не такие плохие девушки. Первая подруга. Вы думаете, мы нарочно помешали попрощаться с Эльзой? Вторая подруга. А мы не нарочно. Третья подруга. Это Генрих приказал нам не оставлять вас наедине с ней, пока господин Дракон не разрешит этого. Первая подруга. Он приказал нам болтать. Вторая подруга. И вот мы болтаем, как дурочки. Третья подруга. Потому что иначе мы заплакали бы. А вы приезжий. И представить себе не можете, какой это стыд. Плакать при чужих. Шарлемань. Выходит из ратуши. Шарлемань. Заседание закрылось. Господин Ланцелот. Решение об оружии для вас вынесено. Простите нас. Пожалейте нас, бедных убийц. Господин Ланцелот. Гремят трубы. Из ратуши выбегают слуги, которые расстилают ковры и устанавливают кресла. Большое и роскошно украшенное кресло ставят они посередине. Вправо и влево кресло попроще. Выходит бургомистр, окруженный членами городского самоуправления. Он очень весел. Генрих в парадной ливрее с ними. Бургомистр. Очень смешной анекдот. Как она сказала? Я думала, что все мальчики это умеют. А этот анекдот вы знаете? Очень смешной. Одному цыгану отрубили голову. Гремят трубы. А, уже все готово? Ну, хорошо, я вам расскажу его после церемонии. Напомните мне. Давайте, давайте, господа. Мы скоренько отделаемся. Члены городского самоуправления становятся вправо и влево от кресла, стоящего посередине. Генрих становится за спинкой этого кресла. Бургомистр кланяется пустому креслу с короговоркой. Потрясенные и взволнованные доверием, которые вы и ваше происходительство оказываете нам, разрешая выносить столь важное решение. Просим вас занять место почетного председателя. Просим раз, просим два, просим три. Сокрушаемся, но делать нечего. Начнем сами. Садитесь, господа. Объявляю заседание. Пауза. Воды. Слуга достает воду из колодца. Бургомистр пьет. Объявляю заседание. Объявляю заседание. Воды. Воды. Пьет. Пьет, откашливается, очень тоненьким голосом. Объявляю глубоким басом. Заседание. Воды. Пьет. Тоненько. Спасибо, голубчик. Басом. Пошел вон, негодяй. Своим голосом. Поздравляю вас, господа. У меня началось раздвоение личности. Басом. Ты что ж это делаешь, старая дура? Тоненько. Не видишь, что ли? Председательствую. Басом. Да разве это женское дело? Тоненько. Да я и сама не рада, касатик. Не сажайте меня, бедную, на кол, а дайте огласить протокол. Своим голосом. Слушали о снабжении некого ланцелота оружием. Постановили. Снабдить. Но скрипя сердце. Эй, вы там. Давайте сюда оружие. Гремят трубы. Входят слуги. Первый слуга подает ланцелоту маленький медный тазик, к которому прикреплены узенькие ремешки. Ланцелот. Это тазик от цирюльника. Бургомистр. Да, но мы назначили его исполняющим обязанности шлема. Медный подносик назначен щитом. Не беспокойтесь. Даже вещи в нашем городе послушны и дисциплинированы. Они будут выполнять свои обязанности вполне добросовестно. Рыцарских лад у нас на сладе, к сожалению, не оказалось. Но копье есть. Протягивает ланцелоту лист бумаги. Это удостоверение дается вам в том, что копье действительно находится в ремонте, что подписью и приложением печати удостоверяется. Вы предъявите его во время боя господину дракону, и все кончится отлично. Вот вам и все. Басом. Закрывай заседание, старая дура. Тоненьким голосом. Да закрываю, закрываю. Будь оно проклято. И чего народ все сердится, сердится. И сам не знает, что сердится. Поет. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел рыцарь погулять. Басом. Закрывай окаянное. Тоненьким голосом. А я что делаю? Поет. Вдруг дракончик вылетает. Прямо в рыцаря стреляет. Пиф-паф. Ой-ой-ой. Объявляю заседание закрытым. Объявляю эту часть прочитанной. Спасибо за внимание.